ну вот я вам говорил национальный лес виначи это примерно в том месте куда мы с катериной ездили в октябре только мы тогда в этом отеле жили там в галима примерно в этой же области то есть мы жили в городе виначи и вы мы ходили в виначи стоит парк а здесь это уже не стоит парка это уже national то есть стоит это то что принадлежит штату а national это то что принадлежит государству как бы федеральные земли получается ну и правило в принципе просты то есть не сорить естественно то есть так люди в америке и так нигде не сорят то есть вы видите какая чистота идеально здесь я не знаю я привез детектор может еще поищу монеты там вот но как я вам говорю здесь вот реально на глаз и даже не вижу ни окурков не пробок ничего если люди в основном если что-то такое кидают в костер но там вон у нас висят вот пару мешков мусорный мешок и такой складной то есть в один мешок мы ложим мусор который в костре нельзя жечь там всякий пластик знаете то есть если у тебя там бумага или хлеб или там еда конечно кидаешь в костер там бычки а если у тебя там пакеты их в переработку нельзя кидать и в то же время в костер нельзя ты кидаешь в гарбач это мусор он там черный мешок висит и там у нас второй мешок куда пластиковые бутылки металлические банки то есть все что идет переработку а потом в конце когда будем уезжать на это все заберем короче то есть имеется ввиду что не кидайте вот разбитые бутылки банки и всю эту херню в костер если то есть она не перерабатывается то в общем весь мусор люди забирают собой вот тут как бы никто особо и не сорит короче собаки должны быть привязан но у нас здесь две собаки они не привязали вязаны никто не парится потому что ну здесь нет никого вот кроме нас поэтому никто тебя за это не оштрафует но в принципе просто если твою собаку сожжут там медведи то за это парк не будет отвечать потому что ты ее не привязал разрешены короче как бы эти бензопилы но у них какие-то бензопилы есть я не знаю электрические они у них или бензиновые короче без понятия я не знаю почему не разрешены то есть всегда тут ими пользовались короче написано что костры жечь только вот в этих разрешенных зонах то есть костер можно жечь только там и вот там то есть видите и все больше нигде вот здесь костер нельзя же здесь нельзя короче больше нигде не зажечь это все не потому что им жалко дрова или шо а все из-за пожара здесь если загорится вот эта вся хрень и здесь 10 миль ничего нету кроме леса здесь просто будет полный пипец он говорю здесь когда-то пожар был если кто помнит прошлом году пол калифорнии сгорел поэтому с кострами очень строго то есть дрова не должны вот так валяться должны внутри лежать ну и короче насчет медведи понятное дело что здесь дохренища медведи здесь есть черные и гризли вот и поэтому сами медведи конечно недавно они не будут на группу людей нападать если здесь костер и вся херня но если вы будете специально раскладывать рыбу там еду мусор там который их привлекает понимаете они могут стать агрессивными то есть они уже унюхали а там рыба лежит и тогда они могут конечно сюда прийти начать и жрать ночью когда все спят поэтому все должно быть спрятано вот но здесь вроде нету я не вижу никаких ограничений то есть некоторых кемпингах там даже только специальные медведя защитные должны быть контейнеры здесь вроде ничего такого нет но и все равно еду тоже вы видели нигде ничего не лежит то есть ты все поел обратно все кулеры сложил убрал то есть здесь нельзя чтобы еда валялась чтобы не привлекать этих медведь ну и короче здесь такая остальная херня звери там короче обычные правила короче если звери без без поводка 50 долларов штраф это копейки то есть в городах городских парках там что-то я вам говорил 500 долларов по моему штраф есть каком-то видео я просто не помню по памяти не затушил костер 100 долларов штраф нельзя стрелять здесь суд вам грозит обязательный то есть это криминальное преступление одним штрафом вы не отделаетесь вот написано обязательный шум 100 долларов штраф за шум и 200 долларов штраф за ну вот за шум за оружие за это и за за зверей да я вам сказал и за рубление деревьев или повреждения 200 долларов штраф ну и все в принципе вот такие вот штрафы но деревьям грузис нет смысла рубить что таких поваленных деревьев здесь полный лес все зайти в чашу здесь зимой часто бывают ураганы и деревья просто падают они падают и все умирают здесь вот буквально я вам гру просто по дороге проехал на траке увидел какое-то дерево поваленное валяется распилил его напополам там взял одну часть и все а ну он уже катерина идет сейчас короче поедем на озеро наверно на каяке кататься или просто на пляже там здесь вот вам хочу обстановку показать это мы сейчас едем на пляж может на каяке плавать или просто забрать купаться посмотрим по обстоятельствам ну я взял каяк и спасательные жилеты металлодетектор в общем что будет желание то и будем делать все равно впереди еще много времени пока чисто разведка но здесь нет соединения надо доехать там до первого кафешки там вроде должна быть мобильная связь и попробуем найти направление через gps в общем пока друзья вот здесь вот получается как я вам говорю 10 миль от кемпинга первая цивилизация начинается вот такая вот стояночка называется мидвей типа полпути куда-то не знаю куда и в общем здесь продают всякое все что нужно туристам здесь продают как бы аккумуляторы здесь есть заправка бензина смотрите какая вообще доисторическая таких россии в америке но я точно не помню но по моему может быть пару раз его видят вот это в какой-то хуже но везде уже давно электрически до шестидесятых крыши здесь продают лед кофе там еду сейчас зайдем магаз там это самое посмотрим подробнее но я ничего не покупаю я катерине купил 1 кофе там какую-то булочку 3 доллара все вместе вот вот наша машинка стоит вот грошере то есть это имеется ввиду продукты газ бензин здесь же есть серви парк и кабины кабины это ну такие домики туристические дачной кабинки так и называется в принципе ну короче лотерея здесь продают экспресс в общем у них здесь серви парк то есть вы платите за парковку и со своим рви можете там стоять кстати обалденное вообще полностью место хоть под рви хоть под походу вот кто хочет пойти кстати примите к сведению правда не знаю какие цены но местом горю обалдеть здесь как бы близко близко ко всему и также здесь можно снять кабины и всю фигню то есть это получается огромный такой бизнес здесь же продают эти как они ну вот лицензии на рыбалку на охоту и здесь же продают парковочные талоны на всякие парки ну их здесь всего два я говорил national и state то есть к максимальном случае вам надо будет два вот этих талона купить это 60 долларов за год или ком там 30 долларов каждый чем сейчас зайду немного покажу вам чем в магазине продать ничего особенного так просто для информации в прошлый раз кофе пил когда был походу здесь неплохой пуха вот здесь продают вот здесь вот такие булочки есть ну там у них есть всякие как бы смеки и сам магазин то здесь продают как вы видите все самое необходимое что надо там средства от загара там всякие шляпы здесь же есть средства от комаров ну цены сами понимаете это середина как сказать металлов новое то есть здесь если танцевые тоже средства от комаров стоит там два три доллара здесь ему 510 ну в принципе я не искал что цены вообще костюм всякий там сосиски к примеру 7 долларов ну нормальная цена в принципе в америке сосиски всякие замороженные продукты мороженое шарбек фарш кстати тоже чуть выше цены вполне нормальная то есть вот фарш костаковский здесь продается замороженный то есть купил фарш сразу бургеров похода на сковородке чугунной на газе не жарил очень пиццы вот да вот да то есть все 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 есть что надо и здесь а я кстати в прошлый раз не видел здесь еще маленький открыли туристических дел короче точно такие же жилеты как мы это сама я вам показывал как я волмарте катерине купил там он 999 здесь 22 короче 23 доллара короче рыболовные снасти ну тоже все чуть-чуть подороже чем везде на снасти у нас это все есть то же самое вот это волмартовский чайник там он 12 стоит тут двадцатку если такой вот вот этот туристический бизнес это очень классный бизнес сдаешь кабинки места подорвить уже продаешь каждый газ тоже 310 волмарте здесь 599 но это естественно то есть вам говорю если вы хотите идти в поход сразу берите всю хрен с собой если что-то забыли то придется чуть-чуть переплатить ну ну вот мы там к примеру средства от комаров забыли если захочу купить ну купим но она будет здесь дороже но я не хочу покупать потому что у нас дома их уже три лежит и уже смысла нет потому что комары все равно искусали вина по 10 сами видите короче от шести где-то до 15 долларов и вас есть молоко потому там еще и сакина и типа шейки здесь короче церковь ну здесь как раз встретил своих друзей с которым походе они едут обратно шоссе кемпинг и остановились то что всякую хрень покупать вот видите средства от комаров в принципе не так уж и супер дорого можно вот это взять за шестьдесят да конечно наверно да и возьму его и все еще короче это самое парице даже все равно самое дешевое ну или за 650 вот такое можно взять вот в принципе не так уж и очень-то и дорого а ну и эти что же по 650 в общем принципе по 650 нормальная цена это все равно